Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник в Крыму». Микрофон от Светланы Разиной. Переходим к новой теме. Голуби – самый распространенный вид городских птиц. Казалось бы, птицы миролюбивы, ни на кого не нападают, но репутация у них неоднозначная. Кто-то их подкармливает, кто-то видит большой урон архитектуре и инфраструктуре. Мы сегодня попробуем разобраться, чего от этой птицы больше, вреда или пользы, и как решать вопрос городских голубей. На прямой связи с нашей студией профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов. Сергей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Сергей Петрович, что неоднозначного можно выделить в вопросе обитания голубей в городах? Вот вы правильно ориентиры выдали. То есть неоднозначный это вопрос в отношении голубей, жителей наших городов. Дело в том, что действительно это проблема. Это проблема не только Симферополя, жителей Симферополя, Крыма в целом, но и вообще Европы, если можно так сказать. Голуби, конечно, это символ мира, вообще симпатичные птички. И они как бы украшают все-таки городской ландшафт. Но проблема состоит в том, что их становится иногда слишком много. Вот если мы поймем, почему их становится слишком много, вот, наверное, мы сможем решить эту проблему. То есть проблема в регуляции их численности. Разумеется. Пока ученые не понимают вообще, как происходит процесс размножения голубей, и что на это влияет, на их увеличение или уменьшение численности в рамках населенного пункта. Ну, ученые-то понимают. Проблема в том, что не понимают это, собственно, жители городов. Дело в том, что когда мы, так сказать, вот наше отношение к голубям такое положительное в целом, так, ну, мы, конечно, как люди сердобольные, пытаемся их подкормить и так далее. И вот в этом как раз и состоит причина. Мы их кормим. И сами же, сами являемся вот той самой причиной, первопричиной, почему их становится слишком много. Дело в том, что в природе, в дикой природе, естественное среди обитания, голуби живут. Как и все остальные виды, их численность контролируется естественными факторами. Ну, хищниками, соколами, в частности. Кстати, у нас в Крыму обитает дикий голубь. Он занесен в Красную книгу. Это непосредственный родственник, то есть прапрапрапрадед современных вот этих домашних голубей. Сизых голубей, да? То есть в природе регуляция осуществляется самой природой. Благодаря хищникам, ну, извините, болезням и прочее. И, собственно, и пищевой базой. Вот это как раз тот ключевой момент. Пищевая база может как раз быть таким ограничивающим фактором. Если мы перестанем кормить голубей, или, по крайней мере, ограничим, так сказать, наше желание их кормить, вот мы частично решим эту проблему, а может и полностью. Дело в том, что попытки решить эту проблему в Европе заканчивались периодическим успехом. Да, действительно, я с вами согласна, готовясь к программе, читала, что в некоторых европейских городах запрещено законодательно кормить голубей на площадях. Вот, видите, то есть люди нашли. Здесь я, как биолог, могу сказать, что еще один фактор есть. Это ограничить места гнездования. О, здесь уже сложнее, ну, кормить тут еще хоть какие-то ограничения ввести. А как быть с местами гнездов? Да, в отличие от других видов, голуби гнездятся на зданиях. И казалось бы, что на чердаках, там, на полочках даже маленьких таких, небольших, им достаточно, чтобы 2-3 веточки принести, отложить яйца, и уже там, у нас на балконах, например, это происходит. Ну, закрыть все чердаки мы, конечно, можем. Но это специальная служба должна быть, сами понимаете. Это не так просто. В конце концов, один пропущенный чердак, и они там все в период гнездования соберутся, и таким образом окажется, что наши все усилия напрасны. Поэтому в Европе идут по пути вот ограничения кормлению. Ну, а давайте вообще разберемся, почему голуби, это, ну, мы так сегодня говорим, где польза от них, а где вред. Вот почему голуби на площадях, это плохо, это исключительно санитарный фактор. И вот эти грязные площади, которые от помета голубиного становятся все такие светлые, в белых пятнах. Либо здесь еще подсоединяется вопрос санитарной безопасности и распространения голубями каких-то инфекций, болезней. Что здесь ключевое? Чисто вот такой визуальный фактор, или мы больше боимся болезней, их распространения? Ну, я бы сказал и то, и то. Здесь трудно выделить или, так сказать, что поставить на первое место. Я бы, например, поставил на первое место вот санитарное состояние. Все-таки помет – это очень такая, как бы, агрессивная биологическая такая субстанция. Вот, и она является, так сказать, средой обитания самых разных бактерий. Понимаете, то есть это то, что для человека, конечно, противопоказано. А в отношении переносчиков заболеваний, ну, таких эпизотий, то есть заболеваний таких массовых, голуби не переносят. Это не крысы, которые там чуму переносят. Вот, то есть в этом отношении можно немножко расслабить. То есть даже погладив дикого голубя, если он вдруг подойдет близко к руке, ну, скорее всего, с большой вероятностью, ты ничем не заразишься инфекционно. Примерно так, да. Во всяком случае, вот случаев таких, чтобы голуби были переносчиками заболеваний, ну, просто не зафиксировано. Мы, наверное, не все заболевания еще знаем, понимаете. То есть вообще такие тесные контакты с дикой природой, желательно все-таки их ограничивать. То есть соблюдать меры, так сказать, предосторожности, личной гигиены. Вот пообщались с голубями, помойте руки, еще как-то. То есть эта проблема решается именно так. То есть каждый человек должен соблюдать какие-то меры предосторожности. Ну, а главная, конечно, проблема все-таки в том, что все-таки численность голубей настолько иногда превышает. Все эти нормы, ну, или, так сказать, нормы безопасности, я имею в виду, преодолеваются. Так что надо решать проблему. Да, возвращаясь к регуляции численности. Вы сказали, что голуби, которые дикие, которые там про образы тех голубей, которых мы видим на площадях, это голуби, численность которых регулирует сама природа. В городской среде какие у голубя есть опасности? Вот даже если мы сейчас не берем, что люди массово их подкармливают, от кого может исходить главная опасность для голубя? И кто тоже регулирует их численность? Ну, если мы так звенья пищевой цепи будем рассматривать. Да. Вот, вы знаете, для голубей в природе самые главные такие ограничители численности – это хищные птицы. Это сокола. Вот у нас в Крыму – это сокол сапсан и другие сокола. Это их объект охоты. В городе иногда поселяются хищные птицы. Вот у нас, в Симферополе, в частности, на территории шестой больницы, так, у нас обитает, так сказать, семья копчиков. Но это птицы, которые голубям, конечно, это для них сильно большая, так сказать, добыча. Я думаю, что для голубей в городе, если вы уже говорите об опасностях, это, прежде всего, домашние кошки наши. То есть, кошки традиционно охотятся на голубей. Да, да, да. Тем более, что они могут достигать и чердаков, и там, где эти, собственно, птенцы выводятся. Таким образом, вот, как бы, они толкуются. Некоторые считают, что крысы являются таким, как бы, противовесом голубей. Понимаете? Это вот как бы и одно, и другое. Мы, конечно, склоняемся больше к голубям. Но, тем не менее, вот для голубей крысы представляет тоже опасность. Крысы всеядные животные. Они могут питаться и птенцами в том числе. Ну, по сути, сказать, что в городе вот так голуби кого-то массово боятся, я так понимаю, мы не можем. Все-таки птицы очень вольно и спокойно себя чувствуют в рамках городской черты. Да, в этом отношении, да. Соблюдая личную гигиену, ну, извините, не надо быть грязнулями, и все будет в этом отношении в порядке. Сергей Петрович, а если брать плюсы, вы сразу обозначили, что голуби такие птицы мира, это действительно символ мира, символ такого единения, да, вот два голубя, голубки, символ любви, даже если можно так сказать. Какую еще они пользу несут? Сами-то голуби тоже являются звеном пищевой цепи, и кто-то тоже их боится. Отчего мы можем очень сильно пострадать, если всех голубей из городов мы каким бы то ни было фантастическим образом уберем? Что мы получим взамен, и как тогда изменится вообще популяция каких животных или насекомых? Интересный вопрос. Вы знаете, вот в самом начале вашего вопроса вы говорили о том, что это символ мира. В этом отношении, ну, не могу удержаться от комментариев. Дело в том, что, оказывается, голуби, это символы мира стали после, так сказать, известной картины Пабло Пикассо. Вот. А на самом деле биологи это хорошо знают. Они очень агрессивны. То есть мы видим голубей, когда они воркуют этого голубка, и голубь воркуют, там, голубь и так далее, и такие у них, они целуются, там, где нежные взаимоотношения. Но если мы поместим голубей в такие, как бы, стесненные обстоятельства, ну, это иногда бывает даже и в голубятнях, они довольно агрессивны. Дело в том, что они растительноядные птицы. А вот у таких видов растительноядных, у них нет ограничений в отношении агрессии. Вот волки, они никогда не дерутся между собой, так сказать, до смерти. Волк демонстрирует свою покорность, ну, признание силы соперника и подставляет шею. И никогда он не получит укус именно в эту шею. То есть у волков, хищники, которые обладают мощным оружием, клыками, там, так далее, у них есть ограничения. А голубей нет, они могут до смерти заклевать своего, как говорится, там, сожителя. Ну, тоже прям, да. Совершенно не соотносятся с образом любви мира и такой безобидности. Ну, не нужно разочаровывать, конечно, развенчивать этот символ, потому что все-таки, когда мы видим, когда они относятся друг к другу в естественных условиях, это, конечно, пример, так сказать, любви, нежности. Это вполне, кажется, соответствует этому, так сказать, определению как символа мира. Ну, хорошо, по поводу символов определились. А по поводу того, от чего еще голубь в городской среде может нас избавить? Санитаром чего он является? Какие насекомые попадают под предмет его влияния? Вот вы знаете, это как бы противоречие одно. С одной стороны, вы меня спрашиваете, как бы сократить их численность, а теперь хотите меня вывести на то, чтобы я сказал, как бы их увеличить. Ну, я скажу так, что дело в том, что голуби, как элемент ландшафта, городского именно, они наши, городские жители. Уже хотя бы из этого надо исходить, чтобы все-таки мы бороться с ними надо, когда они превышают свою численность. Ну, полного исчезновения голубей, ну, я даже не могу себе представить, как будут наши голуби, города выглядеть без этих птиц. Проблема только в их числе. Я бы сейчас говорил о сохранении воробьев в городах. Вы не заметили, что городских воробьев в наших городах стало меньше? Абсолютно точно. Спасибо, что вы это подчеркнули. И был у меня вопрос о взаимоотношениях голубей с другими птицами в рамках городов. Действительно, воробьев становится меньше. Это голуби виноваты? Да. Вот, нет. Голуби – это чисто зерноядные птицы. Они даже своих птицов выкармливают молочком, который вырабатывается в ходе переработки зерна. Ну, вы сказали только, что они агрессивны. Я уж подумала, может быть, в результате агрессии они с воробьев. Нет, нет. Они млекопитающие птенцы, по крайней мере, млекопитающие на самом деле. Вот. И они, если мы их перестанем кормить, они улетят на поля. Ими ничего не случится. Они там будут собирать эту самую пищу себе. Вот. Вполне, как говорится, обойдутся тем, что они найдут там. Просто здесь более доступный корм, вот и все. А вот воробьи – вот это птицы, которые, конечно, жалко, наверное, что-то, что их становится все меньше. Это разнообразие нашей городской жизни. Для детей это какие-то уроки биологического или экологического воспитания. Вот их становится меньше. Почему? А вы обратили внимание, что у нас все газоны сейчас пострижены, как на футбольном поле. Есть такое, да. И эта пострижка, кошение, происходит каждые две недели, а то и чаще. Понимаете? Вот. Что это означает? Дело в том, что для воробьев в чем здесь проблема? А в том, что воробьи только зимой питаются зернами, то есть зерноядные. А летом они сами своих птенцов выкрамляют гусеницами и другими насекомыми. Понимаете? А где они их находят? На наших парках, на газонах. Которых становится все меньше и меньше, да? На клумбах. А вот если мы косим, то что? Они просто теряют эту кормовую базу. Вот видите, как все это взаимосвязано и объяснимо легко. У нас, кстати, в городе Симферополе живут два вида воробьев. Один такой городской, а другой полевой. Он с такой коричневой шапочкой. И гнездится он только вот в парках. Там, где есть крупные деревья, потому что он гнездится именно в дуплах. Вот. Это очень интересно. И те, кто природой хоть немножко интересуется. А как эта проблема вообще решается в других странах? Вот мы же видим, что у нас есть очень много европейских стран с этими газонами, которые являются практически их визитной карточкой. Вот вы правильно это выяснили. Дело в том, что вот я не сторонник всего европейского, понимаете? Но в этом отношении, я удивился, приезжал, значит, заведующий кафедрой экологии из одного Мюнцевского университета. И он говорит, что у нас газоны все выглядят как, ну, как лесные поляны, понимаете? Никто не стрижет эту траву. Мы привыкли к тому, что вот красиво – это когда все подстрижено, понимаете? А на самом деле природа в своем разнообразии и красоте, она проявляется только когда вот в этом разнообразии цветущих растений. И вот они как-то специально, они разрабатывали программу, то есть даже высевали эти полевые цветы. То есть они представляют собой такой естественный элемент, естественная ландшафта. И вот там находят применение. Причем никакой пожароопасности они не представляют. Даже у нас в Симферополе. Да дайте этим травам хотя бы зацвести. Они же не загорятся раньше. Они должны высохнуть, чтобы представлять пожароопасную. Зачем? Ну, это все как бы элемент нашего представления о красоте. Конечно, да, мы пытаемся все сделать красивее, а получается, что вмешиваемся в экологические процессы и в любое разнообразие. Мы белим стволы и деревья. Вот спрашивается зачем? Стволы и деревья. Зачем белить? У нас вот каштаны в городе побелены. Это что, красиво? Да, считается, что это красиво. Вот мы как бы порядок навели, понимаете? А это тоже влияет, да? Ну, вы понимаете, что... Ну, это просто представление о красоте. О том, как вот, что красиво, а что некрасиво. У нас в парках совсем нет кустов. Вы не обратили внимание, что у нас все к парке просматриваются чуть ли не от начала и до конца? Почему? А потому что это называется... Ну, уже извините, в такие детали вхожу. Дается задание провести обрезку в парке. Что человек будет резать? Ветки туда где-то подниматься в корону? Нет, он возьмет. Ему задание одну машину веток нарезать. Он и срезает все кусты подряд. Вот и все. Ох, ну здесь, конечно, да, сложную историю вы затронули, Сергей Петрович, потому что у каждого вашего тезиса есть две стороны, да? И кусты у нас, по большому счету, не должны быть, потому что, ну так, даже самый такой прямой в лоб образ. В кустах может прятаться бандит, который вечером может там где-то выскочить на дорожку, по которой вы идете. С другой стороны, конечно, кормовая база, да, и наши животные. Где-то, насколько вообще реально найти золотую середину в рамках города, на ваш взгляд, и насколько гибкая природа в этом контексте? Если вот так мы дальше будем играть в цивилизацию, развиваться, косить газоны, застраивать города, мир природный, он подстроится под нас, или он просто вымрет, как вы считаете? Ну, здесь, как говорится, хороший сценарий и плохой. Конечно, если мы заменим природу, как говорится, полностью на какие-то искусственные экосистемы, понимаете, то это может быть представлять такую цель в смысле решения каких-то задач, связанных там с паразитами, кровососами, там, прочими насекомыми плохими и так далее. Но с другой стороны, вот по большому счету, в конце концов, мы сейчас переживаем экологический кризис. Экологический кризис планетарного масштаба. И вот составляющая этого кризиса, как раз все, о чем мы говорили сегодня. Это не только городская стиля, но и в природе мы ведем себя точно так. Нужно экологическое образование повышать, экологическое воспитание начинать с садика. И тогда будет то, ну вот опять же вернусь к этой Европе. Вот там человек, который бросил окурок или мусор, это вообще какой-то приезжий, потому что у них с детства воспитывается, человек не может бросить что-то мимо мусора, мимо мусора. Давайте честно скажем, у них там такие штрафы, что никто ничего никуда не бросает, потому что они получат сразу 100 евро штраф, и это будет очень накладно для их бюджета. Вот когда у нас будет штраф 100 евро за выброшенную бумажку, мы, наверное, тоже перестанем их выбрасывать. Да, вы правы. Но вы понимаете, что любой закон и любой штраф никогда не гарантирует, что человек не найдет лазейку. Понимаете? И не на мусоре, где-то в другом месте. И сейчас здесь идет не то, что мы мусорим вокруг себя. Мы вот замусорили всю планету настолько, что вот в океане целые острова мусора. Это что такое? Вот у нас сейчас гибнут насекомые массовые. Я сам энтомолог, с пчелами занимаюсь. Я знаю, что они просто, их становится все меньше и меньше. Почему? У нас воздух насыщен микропластиком. Понимаете? Есть такое, да. У нас легкие большие, альвеолы. Мы это все продыхаем, выкашливаем там или как-то еще. А насекомые просто гибнут. У них трахеи очень тонкие. Они такие как бы меркоскопические. У них даже нет дыхательных движений. У них легких нет. То есть у них диффузно идет этот вот обмен, газообмен. И забить трахею, легко и просто этим микропластиком. Вот и все. И они просто, просто их становится все меньше и меньше и меньше. Чему это приведет? Вот возвращаясь к тому, что можем ли мы идти в искусственной среде? Да, можем. Но это очень дорого, во-первых. А самое главное, неинтересно. Потому что, что бы ни создал человек, это всегда, как кстати, жалкое подобие того, что он видит в природе. Вот немцы тоже провели такие исследования. Оказывается, что человек, который с детства окружен десятью, почему-то именно десять, не зная почему, не одиннадцать деревьями, он проживает на семнадцать лет дольше. Ничего себе, какие данные. А вот какая связь? А вот оказывается, что связь такая. Наша психика зависит от того, как мы, в какой среде мы разнообразной, красивой. Вот красота спасет. Я думаю, да, что здесь, конечно, с вами ни один из наших слушателей не поспорит. Действительно, мы все хотим жить ближе к природе. Вот в этом, наверное, и есть наша главная проблема. Мы хотим жить комфортно, и при этом мы хотим быть ближе к природе таким своим комфортом. Мы эту природу просто-напросто разрушаем, и всю экологию вокруг нас. Это, да, большая проблема, и по экологическому образованию в том числе, мы вот так с вами начали с голубей, обсуждать голубей в рамках городской черты, да, а уже завершили в общем и целом экологическими проблемами, которые на сегодняшний день существуют. Но я вас правильно понимаю, голубей не трогаем, пусть себе живут, просто не подкармливаем, и тогда численность будет регулироваться самостоятельно, и вмешиваться не надо будет. Они не погибнут. Они не погибнут. Они найдут себе питание на полях. Ну и не будут в таких больших количествах размножаться на наших площадях. А у дороги они останутся, безусловно, потому что это и в местах гнездования. Ну и, конечно, там, в суровые зимы мы, наверное, испормируем. Спасибо вам большое, Сергей Петрович, за такую интересную беседу, я думаю, актуальную для всех наших слушателей, потому что в каждом населенном пункте, я больше чем уверена, есть какое-то традиционное место, где все местные знают, там живут голуби. И если надо или хочется посмотреть на голубей, то идут все обязательно туда. Я еще раз вас благодарю, спасибо и до свидания. До свидания. Напомню, на связи с нами был Сергей Иванов, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».